они банят для начала джиггернаута также вальница туск хускар сразу банится тоже от веги сказал вместе с ускаром комбинация достаточно сильная таск в принципе достаточно сильный герой его очень часто и на первой стадии банят либо пикует этот раз он дожил до второй стадии банов и что же он там будет сидеть сейчас думают банить этого гирокоптера или может быть у них какой то другой персонаж на примете почему они так сильно боятся джаггера вопрос я вот даже не знаю ноги рычи все-таки забанили да вот почему именно гернаут бан что там убеги такого жесткого голове я не знаю почему джиггернаут нет почему чем джиггернаут может мешать и у джиггер да тоже ничего не понятно но просто агрессивный герой видать боятся агрессии я черт его знает честно тоже не совсем понимаю комбинации на супер крутых нет под этого джаггера разве что дарксир который типа может повесить айншелл и ускорить джаггера тот просто догоняет кого-то и ему в лицо с айншелл вместе это птикий демо что это такое себе на самом деле поэтому не знаю чего нет джаггера боятся но боятся и боятся тоже дело сейчас они будут думать чего же себе взять есть уже в принципе как бы бестмастер дазл два таких персонажей которые так можно брать очень 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 много разных персонажей строится стратегию как от дефа таки от на агрессию тут как мы видим появляется фурион это означает что будет агрессия сприт пуш и просто пуш как же не хорошо отыгрывает этот стратой бестмастер фурион то есть это будет постоянно и вот он эмбер вот это уже ультимативная короночка от веги на поняли что надо бросать свои козыри вперед антимаг до кого перефармит дотка но опять же у эмбер спирита небольшие проблемы с пушем да вообще все пики практически тембером не могут элементарно спушить даже если есть какое-то там преимущество а если у тебя наоборот все плохо ты проигрываешь и потом у тебя там эмбер как-то пытается камбэкать и получается даже это сделать но в любом случае будет очень тяжело ломать товара вообще сейчас абсолютно пик веги в них нечем ломать товара это огромная проблема у о джи уже есть и бестмастер который как мы знаем при хороших раскладах даже сплетить может фурион там такой у бестмастера смертельный сплит пуш получается в основном умирает но если будет с даггером даже как-то таггер аут и тп у фуриона что тоже будет возможность плитать но интересный фура и бист именно то есть оба вроде как хардлейнеры и кто из них займет эту роль а кто будет суппортом или вообще может быть бист медовый для я не знаю короче для миракла нет на бесте скорее всего будет играть ноутейл ну не сказать 99 и 9 процентов что это будет ноутейл а вот куда он пойдет вопрос уже другой миракл может сыграть на тебя не могут свапнуться обычно это действительно ноутейл исполняет так далее мы посмотрим может быть будет медовый может быть не будет медовый этот бестмастер тут неважно кто на нем будет играть важно на какую роль он будет этот бестмастер вряд ли уже конечно какая-то другая будет роль для него number spirit у нас тоже еще пока не ясно то ли медовый то ли фарме фармила в харду пойдет найт сталкер а нет стоп на сталкер у нас получается парксир пойдет в харду да скорее всего у нас на сталкер бегающий такой-то алкер роумящий вверх у забанили от жили час забанили вега тоже думают и добирать им получается нужен еще один саппорт по идее ну либо это будет саппорт фура что тоже возможно и так часто потом мы видим не так часто в принципе мы фуриона видим на последнее время его стали уже более-менее пикать заходит он в мету и давайте обжи 50 секунд через верного времени как мы видим практически все свое время на драфт тратят и вообще это правильно потому что на стадии драфта в большинстве случаев практически вся игра и решается уже если одну команда на высоком уровне а здесь все именно такие ребята они исполняются четко и проиграть хороший пик можно только если ты там зафейлил если ты явно слабее да мы же наверное о том что равенство команд должно в целом целом проигрываю по хорошие выигранные выигранный драфт обычно реализуется уже в победе 10 из 10 у ноута и лок стать на товарищи без мастер и даже так здесь так ты ложка не прощает что видел две или три игры в финале квал на саммит против скажи мне скажу против импайр против пары и там пошло хорошо пошло походу но сейчас мы будем смотреть как пойдет бэйн потому что в комбинации с дозлом в общем комбинации вообще нет просто есть два суппорта с хорошими статами которые могут быть по лицу вот и в принципе все если посмотреть на вегу то у них там в интерверно отлично комбинируется с дарксиром сейчас вот пласт пиком что возьмут night stalker он очень хорош поначалу против антимага против дом против всех вот этих ребят очень хорош просто на сталкер то что в принципе хороший герой как суппорт я не знаю как он конечно заедет вот как хардейнер он более чем замечательен но вега вега также очень много времени тратят на раздумья последнего своего персонажа уже прям до конца было понятно что будет происходить нам нужно увидеть этого героя что они могут взять тяжело на самом деле как-то прогнозировать пики что тут ну наверное что-то под желательно еще что-то дарксиро да 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 даже если они уже выбрали типа и все герои сейчас просто обсуждают но что под дарксиро то есть нужно какой-то а о е нужен какой-то серьезный а у я дэмэдж а сайленсов типа и возможности плять антимага хватает да то есть про это не стоит думать есть фир криплинг есть мы просто уже фир или или все еще криплинг фиром называют они могут сейчас на самом деле взять магнуса отправить его видала а эмбера пусть в мид серьезно так заехал ну вот вариант такой есть могут взять что-то попроще они взяли лук да вот скорее всего эмбер ну эмбер для нована и паша сыграет на луне так оно и есть хороший герой луна которого почему-то вспоминать только на интернешналах и на крупных крупных финалах есть такое на персонаж достаточно хорош причем это тот персонаж который поможет веге на ранней стадии еще и пушить потому что он единственный кто будет этим заниматься ну и в принципе аура вполне вполне годно в общем сейчас у веке пик смотрится приятней у них есть кому танковать есть хорошие комбинации отличное сочетание мэджик и дэмоджа я прошу прощения господа я просто некоторые функции не работают почему-то вальва пожалуйста почему автоэкзеком не пропис три функции мне нравится она вот сейчас заработали отличненько отлично давайте пройдемся по героям что ли я начну наверное с команды у джиму миндер на на еще справки сыграет сложный крит будет играть на спорт бэйне но у тейл сыграет на соломит без мастер и флай с упор дазл и помогать он будет мирок луна антимагия увеки и сема будет играть в интервью верный соло на night stalker и но он поиграет эмбер спирита маг darkseer и будет играть в луной однозначно паша должен быть в легкой линии на этой луне я думаю это понятно ну и вот как отыграет здесь лёша очень многое зависит действительно от того перебега ли соло соперников будет ли он исполнять ту роль которую мундер например исполнял на прошлой карте да когда этот паратрум он на месте не стоял там постоянно шел нон-стоп-экшен беготня движ и так далее так далее так далее вот тут этого экшена я думаю хватает это вы ждали дали спирит брекеру потому что на лоне поднять свой левел и поэтому он тебя потом по игре очень-очень хорошо чувствовал что персонаж очень сильный по статам очень сильный по способностям по обилкам единственное что ему нужно это быстро поднять левом даже какие-то артефакты жесткие не нужны у него было даже и с айтемами все хорошо по итогу он бомбил то есть а так ну луна подбежала топчик мангусом в принципе стандартно да абсолютно стандартно как-то никто никого не удивляет да и глядь принципе все абсолютно ясно можно было бы увидеть какую-то кутри плуб против лун против антимага в принципе но решили что им надо на начальной стадии чтоб луна спокойно стояла и формила вот против у рыбы один-на-один дарксир бы неплохо стоял вот смотри как тут на топе ладно снизу там действительно повеселее потому что маг там решил миракли убить и чуть его не заколол до снаки кстати да нормально он так повоевал хилы у него нет есть только да за который может подхилить но зато он очень много маны дарксиру сжег получает самое главное но ему все равно будет здесь жутко неприятно у нее скоро закончится иншелы и надо будет дожидаться пока пьет солдин а маг тут самое главное что он получил быстрый второй даже быстрый третий лава получите смотри у ю ю ю ой какие проблемы у мага мир как прыгать не будет есть ласка если он у него даже прыгать команда и века очень качественно очень четко выбежал вовремя сема и но но он просто сгорел но у ты просто замечательно что бэйн ну то что бэйн это первый левел у нее есть принцап только пока надо второй подыма отравляем вот достаток так на топе хотят брать фурочек нет просто немножко соло пошалил так вот хотела только-только сказать о том что эмбер спирит в миде будет тяжеловато если ему суппорты помогать не будут то что против одного бест мастера в принципе не так легко стоять эмбером так тут еще бэйн выносит мозги но вот все решается четко и грамотно да все мы вовремя вышел все очень хорошо но и ноуан опять таки ноуану главное дать вот это вот чуть-чуть бурста чуть-чуть помощи в начале и принципе все будет у ноуана здесь хорошо мы прекрасно знаем у него на этом герое невероятно крутой винрейт там один из самых лучших наверное в доте вряд ли там мы помним по моему во время наньянга я рассказывал о том что eternal envy идет о ее закрыли монминин драте временем за тавра и убиваем ели хорошо сачки о том что eternal envy идет на третьем месте по винрейту на пире в мировой доте в этом патче а на первом и на втором месте идут паша и ноуан как бы единый второй то есть этим героем умеет вега играть и знают что да именно вот и команды еще умеют играть то есть вот тут кстати на 100 кали для darksero лес всема и в миди полок и лес под стакал для мага понимая что маг там может испытывать трудности и проще ему сейчас пойти тупо в лесу по фармить нежели ставить на лайне и терпеть от этого антимага и как мы видим антимага загнобить не удалось и он понял что ну и черт с ним пусть я ему уже никак не помешаю а сам останусь ни с чем лучше пойду в лес он автопе имеет в принципе крипстат неплохой но поменьше чем антимага да на 5 крипов ну зато из фраг зато из фраг не забываем и это тоже неплохо как у нас что-то крит немного загуливает он пошел очень таку дерзкий и брать сап есть он бумаг этот мог по и убил если бы не бумаг играется хорошо нет как раз таки нехорошо куда он пошел как зачем ну то есть как бы мог бы там никак не помог то есть в любом случае крита бы убивали зачем маг подставлялся рисковать своим здоровьем понятно с плюсом дольше убивали его ладно самое главное что жив жив цел урель все как положено но от медиан но он связывает ноутейла очень больно продает шелл спадает очень не вовремя и мы видим ноутейла но он убить не сможет было близко на могу убить чуть-чуть бы еще повесила яншел от дарксира и ноутейл бочерина разбит раз так а тут у нас заходит на это стал и но курьеры воспалил что в общем его спалила сразу в мид прилетает кто-то этот кто-то бэйн потол права не его не спалили они вы не спалили они не знают что здесь просто случайно сюда прилетел в мид и вот убегают вид солдок у ногу они его на карте по повинтовали они вот точно спалили да да просто они уже не боятся потому что ну как хочу сделать этот на сталкер не ну теоретически там если как потом в бейнджер еще рядом поэтому я горюши так-то да сталкер опять в спину на флая начинает его пить маны у соло не особо много залитает фурион проблемы огромные могут быть у соло закрывает вы просто расстреливает ну вот эти бы чуть дальше кстати лица на просто вот никак даже танкера ночью не упускает а причем ты смотришь и есть и видишь какие-то станы я ни одного стана не вижу я вижу какие-то спрут и контролирует танку самолет опором а кстати топором но только сейчас по ходу купил сумер я понял ребят вас топор и мак проблемы но у макс походит и а у мага и штанга акмак понимает плем и игры против этого героя поэтому мага шарик факт молодец манг 10 молодец а у мага кстати почти шестой лэблажа луна с топориком все с топориком это чтоб формить но обычно не покупать конечно то против уриона замечательно заходят ну и плюс как бы да чё лишним не будет слушай а наглый вы будет работать но вообще по идее по идее должен взять короче по идее вроде и да и вроде нет поэтому чёрт его сдает это кстати интересно если он работает на главы вы так на луну это очень хороший вообще артефакт скорее вполне неплохо фарм как бы и тимбур тем более против пиньков уриона это прям вообще то что надо по моему чаясь супер-пупер новая штука ну и с него можно что-то собрать интересное например battle fury для луны так ну ладно в миде без мастер из-за эту льту очень кстати много демоджа заезжает но слава богу ну он выжил или вы это бутыля дазл вивом урона просто невероятно много мы знаем как он может стирать людей особенно как паучки окружают тебя на stalker под ускорением пытаясь поймать так рита поймали а ну ладно и отсюда ну ладно бы уйти но ланды конца бежит ноутейл хорошо поцелили проблему так же ноутейла ноутейла есть огромные проблемы и убивать очень питый бак уходит на какой-то копейки буквально слайз убивает слайя подтянулся до утра пашу есть ультимейт но кастовать его не станет и в итоге 2 в 2 также мага добили миракл пришел миракл получает ультимейт на хайграунд прячется миракл ну свяжет его ну вот есть и последний долетает от башни минус 3 каким чудом крит ушел обезтили на бэйни я не понимаю вообще он в самом начале драки вообще на него напали все какие-то еле живые да драка началась именно с крита в итоге закончилась смертью миракла не самое приятное конечно что может быть для огн потому что это герой ну да я имею ввиду то что он сейчас сидит в таверне если он стоял фармилки в этом плане ну для антимага ты же сам понимаешь фаст бф чем быстрее тем лучше вот и если лунна допустим можете позволить вот такие подключения такие подключения но блин антимаг себе такое не должен позволять это такое всем а заслепали ноутилл с хайграунда ничего с ним не будет делать все мы заслепали чтобы варды не разбил я очень качественно еще я ваш вард все равно поломаться ваш вард все равно бомбил и разбивает два варда здесь всем зарабатывать 50 голды и радуется жизнь и все-таки в войну варда вон таки здесь выигрывал крита на характере на характере просто на характер неплохо ну и никто не видит ничьих грамм хотя здесь стоит чудесный варту веги и вега по крайней мере понимаем где тут медина на ты лапе напали подсказали его есть же крик ну а он больно ну а ну будет ли сейв есть голдембрейс ноутилу очень больно нучка отхилили неплохо есть great ну и наверное слипно но она ручками он машет так весело он как будто знаешь на этом по фитнес-зоне до рековой дороже за забавный общем активность нового она и постоянной помощи всем и мне пока нравится это но не нравится любом фото веке нужен вот этот вот товарищ да уже на на творце можно переключиться посмотреть луна антивага включайтесь у меня не хотят у меня включаться парсик мышечкой как старые добрые мышечкой как старые добрые немецкая клавиатура с перепутанными греками z портит все в доте нет удобный игрек полов нету ли на за этом есть на за этом что-то есть точно но нас в любом случае не останавливает так вот самый богатый у нас пока что антимаг несмотря на его вот этот вот фейловый мув он умер у него за счет крипса то очень хорошо все тем временем крита пытается убить крит одного одного заслепал от второго отъедается ну и паша тут добивает сейчас крит отлично да хорошо сработано между ребятами найтман все взял и сделал четенько все очень четко разбудил он понимал что если паша будет долго спать там он мидер еще залетал в мидер долететь то что у луны есть ультимейт крипов рядом не было ничем хорошим бы это явно закончилось в общем в 7-3 пока опять-таки вега начинает качественно но это опять полторы тысячи голды 2000 экспы то есть то преимущество которые принципе ну на финг спешил так вот скажем вниз у нас бежит эмбер спирит на хосте что-то он там но если он связывает антимаги тут не может блин к ваться а там можно подрубить ночь и дать еще соленца соленца нет соленца нет связочка не успевает сработать чем сами промазал миракля загнали куда-то заставляет его стоять там думать что делать то есть это опять-таки выиграть сталкер фармит тем более ночь как бы не за горами ему левел лишним не будет чтоб потом покуролесить плотненько так что в принципе то что он не составляет мирак я вот трещу т.п. делать на топ сейчас а кстати будет пытаться убить буду нацово бить пашу и через за слип бэйна могут это сделать ваша против я вот спорю сейчас вот на пик только вот только не фэйзы кому ай-ай-ай на эмбера вовлению на эмбер или залетают фэйзы я их вообще люблю конечно но в этой игре против дикого сплит в уши только-только хотел сказать против дикого сплит в уши а джи есть эмбер с тревелами прилетает быстро фистами все это дело отбил и вернулся обратно к своим тиммейт может драться если этого нет если есть более активно решено да если есть фэйзы то тогда надо играть активно и давить иначе потом этот сплит пуш вас очень сильно задолбает очень сильно но но он уже видно что вся игра как бы мы привыкли видеть эмбера который начинает активничать потом здесь но он просто с четвертого левого начать он начал устраивать экшен то есть он постоянно нападает на нау тэйла он постоянно заставляет кого-то степешится он постоянно просто напросто напрягает людей и это очень очень хорошо и качественно будет фуре он у нас прокатывается неприятно пока зачем студии по всему хотели взять машину пашу цеплять нечем кто-то у нас тут летит соло товара давать сейчас то что надо товара падать в любом случае для пика с фурионом это норм конечно хотелось бы самим забрать но так тоже норм в любом случае опять-таки но он связывает на топ руне товарища ноутейла сразу же летит мундминдер то есть заставляет составляет двигаться команда уже там тюрина тэйл накричала накричала но она чтобы не умереть но у тэйл здесь должен выживать но проблем огромный ума будет ли чем не подвела у нас лопаш очень хорошо подключается опять же у него очень жесткий набор у него пять тысяч четыреста над ворс это достаточно много топовый над ворс и при этом все айтемы потрачены в самое эффективное что можно купить это аквила барабаны стики и pt сейчас луна невероятно мощная тысяча там 300 хпс и pt на силу очень много магического и физического урона короче говоря это луна крайне крайне опасно что но он с пашей медиа полетел но он начинает гореть огромные проблемы у него будет грейм на ноте и сайлент висит эклипс правда не пожалел попытался взять до зла еще но на то зла не хватило элементарно вижу на красавчик реппир как вовремя он бросает на 2 и собственно минус но тэйл минус тавр медиа полетит дефицит или против антимага бэйна и фуриона страшновато они уже не успевают постаре тарана не успевает этот товар за дефать к сожалению и антимаг очень важный был момент для миракла его у него сейчас вообще нет права на ошибку по этой очень сильно встряли а учитывая что эти тиммейт еще будут всю игру по него практически он должен сплитать вместе с фурой втроем отбиваться тяжело фура конечно помогает ультой но сам понимаешь насколько эта помощь это кайс не помню будем откровенны ну а у нас здесь но он у нас но он номер спереди 303 юмана 1600 годы однозначно конечно будет он следующим артефакт набрать battlefury без battlefury как-то понятно конечно боевчик он сто процентов возьмет вопрос насколько быстро потому что пока 1800 голды но в принципе в тайминге укладывается то есть ему еще по таймингу до 19 там 20 минут это пять-шесть минут есть вполне вполне успевает вот и бф появился у антимага пт-пф за 14 минут это вполне хороший тайминг да невероятно хорошо молоды потекала потекала время и антимаг мы знаем что такое влатье опять же есть конечно стенка дарксира который делает я считаю что ума лучше антимага выйти от реально лучше на перенем видя экшен но он слепи над по разбудить надо помочь но отверну отсюда улетит и поэтому забили там продолжение будет позже как четко не действует а мультимейт флая залетает флая надо быстро убить грейп успевает все-таки последний куда повесить и улетать телефон а я ошибочка небольшая в случае как же очень сами-то не связал он эти чинсы хотел заюзать надо в итоге даст вас все равно сбили т.п. но тейла не получилось ну ладно простили простили при этом сплит пуш на топе таборта упал господи кижа это все свои склею дети до зла того потеряли а на топе забрали товары линию подпушили олджи ситуации когда все плохо у них сейчас казалось бы да выкручиваются до причем выкручивается так что ого-го что еще не понятно кого тут все плохо скажем так на первый взгляд казалось бы да там убивают бестмастера но фактически бестмастер это его часто в харду раньше брали он привык это тот герой который может в таких условиях выкручиваются и что-то делать там себе не крачи первые уже взял у него уже на вторые почти есть при том что он в таверне павел три раза ни разу никого не убил и имеет всего-навсего один асист а кое себе в него вроде состояние должно быть а не крыдва за 16 минут уже есть его вроде не такой уж и выносит хотя с другой стороны как бы тапок и не кратри там маг и там она темпера вообще не отстает посмотри она темпера по на творца почти не отстает это неплохо я чё и говорю 303 304 то ли 0 3 1 до разница немножко это жутко интерес ну товара очень много товара поздоров 4 вышки уже дали лучи это очень хорошо хорошо она забирает из вега не мешает им а у джи дота 2 а и дадите испанника падает рожанчики а эгис достается но у а кому же еще 1200 даже 1000 1000 голды ему не хватает до появления battle fury принципе тоже неплохо как для салами тембр спирита тайминг довольно неплохой по антимаг себе уже влад мир практически доделал антимагушка себя чувствует уже как рыба в воде его убить достаточно тяжело но если конечно там толпой напасть то можно там через сайленс и очень но у него такими темпами быстро и манта уже будет в ближайшее время там уже совсем уже нечем будет и восстанавливать вот это вот проблемка большая спаление манты вега ну никак они не убивают этого антимага согласен 18 минут прошло и тиману почему никак как и всегда есть курса виверные не в замесе да я имею ввиду сплит пуша да то есть он же он же не будет драться в лобовую г в этой игре с маленькой маленькой вероятностью пойдут если они пойдут их века похоронят и даже не заметят я тут никуда не спешит ждать появление о пропея таких-то артефактов сайленсов третьих некров тревелов какого-то блинка у без мастера и понятное дело семи слотов антимаг и только так и вот вот он продолжает спит пуш очень четко реализовывает мопа ворнес очень четко чувствует карту ребята из уже как только есть где-то возможности ни разу же этой возможности пользуется до антимаг завершаются планер пошел фармить уже хэншинтов нормальненько луна луна себя в полный мире реализует когда фармит еще и стаки но здесь луна просто взял меня на равенную ванной поздно-поздно может быть т.п. ну ван едва живой ну ван ну ван теряет аегис но есть возможность до 5 и и ноты да этот товарищ конечно никак не уходил забрали но был близок а то что сделать вам опять-таки это выигранное время это вся команда пушила т2 в итоге т2 не пушат летели все он выбил аегис разменял на себя антимаг то правильно армия уже тысячи голды и преимущественно паши антимаг будет сейчас вырываться очень плотно вперед потому что товар а то ну кора последние пару товаров ломали вега луна набирает еще обороты но как только товара закончатся у луны фарм не будет сильно расти шестаки и все остальное поймали на уана второй раз как лишь эти два суппорта хороши то прям под крипами все настолько идеально получилось это за просто вивом прокатывается и наносит чудовищный дэмодж можно не знаю кто посмотреть это да обстоятельствует просто на фитрикапе на вив на веке за эти 180 до него мнение куда-то там если на вив навести то он покажет мнение вот этот шадовый фейсинг когда оказывает сколько вот лишь но он показывает процентаж а процентаж он лишь сверху почти у на full то есть почти вот с 480 он нанесло большинство дэм это пипец как много блины а это как бы эмбер спирит типа кор персонаж да неприятно но и не забываем что визу и бьет да зля манта появляется временем у паши 20 минут игры за нами графики можно проверить 3000 голды ведут ровно вега но и какой-то момент было около 6000 экспириенс а смерть но она немножко откатила этот график и вот где-то и 800 преимущество убеги по экспириенс на данный момент с одной стороны веги торопиться некуда по идее у них два core персонажа очень жестких в лейте но антимаг что дядя такой что если против него нет толковых дизейблов там одна ульта виверны по сути потом тоже как бы все остальные не особо страшны со своими там соленцами и прочим чем сами вот это что не понятно то ли стоит против поэма затягивать то ли не стоит но по идее кроме антимага у от же именно как от боевой единицы толковый нет есть только ну пей вообще с течением времени становится юзбисом такое без мастер непонятно тоже так что по сути здесь да должен полный расчет быть именно на антимага антимагу против эмбера и луны в одном он тяжело будет конечно развалит просто тут вот тоже непонятно в какой момент команде уже уже выходить какой-то экшен пока не могут он ли спитать а я так чувствую что всю игру этим и будут заниматься уже как ни странно но вега рано или поздно дойдут до той кондиции где они будут вообще нереально сильны в лобовой тычки и опять же сплит пуш вот же тоже будет очень жесткий одни будут ломать базу с одной стороны другие будут ломать базу с двух сторон сразу еще делать веги то ли дефить то ли идти до конца непонятно я думаю мы можем даже тут увидеть какие-то там разменные лайнами так до конца игры не увидеть толковых заместов то что если посмотреть даже сейчас на счет 15 фрагов за 22 минуты да намного осторожнее играю чем на первой карте опять-таки пик такой лоджи это понятно но от вега то вега веги в принципе вот все хорошо у мага прям убер хорошо все у ноуана есть бф на двадцать первой минуте это нормальный тайминг для соломит герои у луны все хорошо и 502 луны так прям прилетает с орчидом поймали ноуана заперли у ноуана есть и battle fury он может просто съесть и убежать но он походу не знает об этом креста разорвали на части и в общем-то минус 3 но я не знаю что на что они на самом деле совсем понимаю и вот сейчас кстати так фиданули вот-вот я не успел в прошлый раз на течение успел просто не стал говорить единственная причина по который в прошлый раз эти два суппорта смогли убить эмбера это потому что до крипы просто долбаные крипы окружили и под них 450 урона там где-то влетела своего этого что его они точно его не убили а сейчас они даже втроем его убить не успеете мэйты прилетели и помогли еще и пяти стройка проли в таверна а пушты у веги вполне хорошие они должны заходить появится прием суша не могут снести барак побоялись а вот не надо было надо было составить сюда тянутся как минимум антимага потом уходить просто у winter верно ульта в холдауне они такие же моем визе ли над луна тоже без ультимейта знает что их вида знаешь так видно здесь соло и нова он не понимает почему то что он видит а толку видит он своего противника был бы какой-то вижу на не могли бы постараться и в этом цепануть и как-то поубивать но он до пятки не антимага убивать что видно да я в этом игре они отступили в только потому что курсов кд и клипс так бы они остались на базе сейчас бы ломали бета-3 сто процентов смотри что у соло соло то практически вырисовывается аганим на 4 позиции над stalker и и это очень хорошо это только на уровне сноутейлом почти держится по нетворцу и это будет приносить огромную пользу вот и кстати тем временем сносит юбе и там скорее всего 20 по постам у первыми выиграет тавану надо вспомнить о том что бфа можно проедать деревья да да забыл забыл немножечко в этой функции бар ты можно кушать деревья можно кушать можно кушать значит это тбф на самом деле для некоторых персонажей но настолько лютый для прям ужас сам топорик сам по себе топорик дает 140 процентов урона по крипам а вот эта штука бф когда но 160 дает то есть как бы он и усиляет эффект топорика плюс топорик не занимается лот это надо настолько вообще прям супер-пупер круто так рита улетел полсекунды оставалось от минус крит поймали убили 15 4 в веге надо продолжать давить вот сейчас и опять таки как это плохо отображается на графиках как четко сплитит а жизнь вега там три их убила подавила товар забрала нет по деньгам не видно ну тут вся одна огромная проблема у от же будет в том что вся боевая мощь весь дпс будет только у антимага все остальные но это так вот дизейбл мистер дизейбл бестмастер он сейчас то вроде смотрится неплохо некры 3 но даже через минут 10-15 эти некра уже там все более и более будут терять свою эффективность фурион горчит shadow blade какой-то там все фармить чисто на сплит пуш чисто он ли сплит в лобовой драке мистер 1000 хп ты понимаешь что с ним будет до лобовой драке луна там одну кнопку нажмет даже не обращать нибудь вниманию просто умрет где-то рядом и все будет окей 26 минута игры да и не отстает особо луны бутерфляй на подходе у антимага тем временем на подходе у нас ничего пока манточку за 25 минут лучше у него еще может быть жестче нереально много жили но пейл пейл видит виверну виверна пока 0 0 9 всем а пока играет прям супер игру был правильный действительно очень качественно отыгрывает не на карты и же пироги то как и же пироги надо убивать конечно же надо убивать разорвали моментально будет также отправляются в таверну руки поднял как-то мирокли ловить манты нету есть блинки мирокли уйдет отсюда и или мне показалось или и не показалось я не знаю может быть там был флэм гуар подрубленный демаш про может быть сосался мне просто показать что он как-то ушел в момент ультимейта он просто ну короче неважно даже если бы дэмэдж прошел он бы все равно не убил то что он не так прошло прошло чуть-чуть дэмэджа то есть мы не где-то даже дэмэдж прошло скорее всего а действительно флэм гуар половина это 503 5 без шансов драки а что мы же говорили буквально да мы уже раза три об этом говорили о том что в лобовой атаке нет общеников а лобовая атака даже если ты со смоков в спину заходишь от а все равно лобовая при любых раскладах ты на вегу не сможешь напасть таким образом чтобы быстро стереть того что у тебя один антимаг этот как бы сейчас еще нет ни в той кондиции чтобы быстро кого-то убивать как бы кого ты убьешь быстро винтер виверная наверно единственный герой которого можно попытаться убить быстро обычно она стоит в такой позиции что ее не убьешь а все остальные настолько жирные что там ого-го перерасчитали свои силы о г попытались они конечно как-то что-то выдумать но опять же окей все равно грамотно напали они на боли на оппонента которые находятся на своей территории и соответственно пост проигранного fight они не теряют в принципе ничего из своих строений что да вы довольно таки важно если бы они у себя на базе fight такой профукали допустим там пошли до 2 запутал обмать вега а о г в спину решили бы к ним зайти то это для них был бы конец потому что после т2 сразу пошел бы на т3 вот этот локомотив команды вега так ну что у нас с вега на топ перетянули своей командой паша две тысячи гуды голды уже после баттерфля имеет но опять-таки отстает она на фонаре ракля 5000 уже насобирал тем временем мира кольня что же он будет дальше какой-то либо обисал можно сделать чтобы но если он сделает вкб это все ггвп тут уже можно праздновать победу веги потому что это будет айтем на fight а это означает что он не хватит его опять же но не хватит его на fight не хватит не такой надо делать либо обисал либо баттерфляй баттерфляй увеличит сплит push потенциал обисал увеличит петуш потенциал при этом ты еще можешь так поймали но ты валипой за 1 да но ты тут пытается нами что-то придумать но понятное дело что ничего не придумать и еще не кроме кого тут потеряет видит 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 но тут плит а тут дальше не поражает и крипы были далеко но все равно доспит продолжается так вот если он купится и обисал за счет обисала его уже в соло никто за дефит не сможет прийти джембер спирит он рискует тем что может попасть под обилу сдохнуть и опять же хоть какой-то был потенциал но все-таки выбирайте баттерфляй вот я бы на самом деле подписал ударился но баттерфляй увеличивают его живучесть увеличивают его дпс и сплит push потенциал соответственно тоже очень сильно увеличивает поэтому он выбирает именно бутерфляй о вега до а т3 сейчас добегу так бутерфляй появился и до драки будет ли будет ли будет ли драка вот вот драка драки сожалению в этой игре мы не увидим король но антимага ну надо рано или поздно век это составит разный вот походу сейчас уже начинают бутерфляй луна алла очень быстро базу сотрет если ее сейчас остановить это это минус вся база но и они сплитят а м дальше сплитит а вот я не знаю какой-то просто уйдут да почему уйдут они могут ипать иллюзии просто забивает и тп домой и тп домой не давать мерок ли ничего сделать да обязательно только грамот а трон а вот это вот гениально века а ну драка пошла америка шикарнейшая игра просто века молодцы вот они набрали ту кондицию до конца геймингу строили грит ребят мы конечно понимаем что вы там надеетесь на какой-то сплит полуши вот это вот а все нехорошее но мы пожалуй закончим игру пораньше про право есть яйца убить из кудра это было вот значит даже я про это не я даже не планировать что можно просто-напросто пойти снести трон это было опасно то есть любая другая команда могла бы испугаться потому что гораздо сайвови ты сломал линию ничего не потерял не это было ощущение